владельцам а x55 привет пришло время затронуть больную тему это задние амортизаторы и не просто амортизаторы саморегулирующиеся амортизаторы на x55 ставилось два типа задней подвески один это обычная обычные амортизаторы которым все привыкли и пружины другой вариант на моделях более богатых комплектаций это задняя самовыравнивающаяся подвеска в принципе все то же самое только часть упругости пружин перенесли на задние амортизаторы амортизаторы стали толще в принципе так их можно и определить либо вот по этой табличке по коду либо просто посмотреть какого они диаметра вот у этого заднего саморегулирующегося диаметр побольше потому что он вынужден создавать большое выталкивающее давление там говорят какая-то капсула внутри с высоким давлением по этой причине потому что часть нагрузки веса задней части автомобиля воспринимает именно амортизатор а не пружина вот этот нет верхний сайлентблок он послабже его разбивает у многих у меня до этого не дошло у меня просто погибли амортизаторы аналогов данным амортизатором на рынке я не нашел есть вариант конечно просто заменить вот эти амортизаторы ценой но около 25-35 тысяч на амортизаторы обычные не самовыравнивающиеся но как вы понимаете тогда придется заменить и пружину потому что они разные там пружины более вот здесь вернее у меня пружина более слабые а на подвеске где амортизаторы обычные там пружины мощнее но это все на форуме описанном там 100 страниц читайте если хотите если вам это интересно на данном этапе только отмечу что несмотря на то что по вин коду бьются амортизаторы с единичкой в числовом коде здесь обычные ну то есть как обычные без единички все нули который стоит не 35 а 25 хотя казалось бы по вин коду должны стоять немножко другие но видимо разницы никто не видит даже сами корейцы собственно чая вас притащил то в гараж вся работа на улице вот показать что вот это снятый старый амортизатор работа уже кончились отмытый никаких подтеков ничего здесь нету в принципе отличить исправный амортизатор от неисправного если уж совсем мухана не пришло очень сложно визуально потому что вот смотрите сняты два амортизатора один левый другой правый мало того что сложно понять какой левый какой правый если так закрыть наклейку то во вторых сложно понять какой из них исправное какой нет никаких подтеков как обычно на обычных амортизаторов ничего такого нету только продавливание можно понять это продавливается неисправным исправным само собой не продавливается потому что там мега давление поэтому если вы собираетесь купить машину или же вам надо продиагностировать заднюю подвеску просто так ее визуально не проверишь либо стенд либо снимать амортизаторы как бы это глупо не казалось снимать амортизаторы диагностики но снять их не сложно а менять очень дорого поэтому иногда легче снять проверить и если надо сбить цену там или заменить машина уже ваша так а теперь эти амортизаторы убираю а достаю из заначки те видео со снятием собственно амортизаторов их заменой и философствованием на тему чем левый отличается от правого и почему такая цена и как купить дешевле не переключайте канал по задним амортизатором на форуме написано больше ста страниц вот самовыравнивающиеся оригиналы сняты вот сакс левый правый чем они отличаются сложно сказать вот с виду они абсолютно одинаково они отличаются скорее всего вот этой втулочкой которая одевается на верхний саленблок но так как чтоб крутится вот из левого легко сделать справа и справа левый ну разве что наклейку надо переклеить потом будет еще так вот новый амортизатор в принципе 3g 3 0 а такой же абсолютно как и был и куплены самое интересное что куплено два правых амортизатора вместе вместо того чтобы купить левый правый вот только в россии могут так сделать потому что правые оказались дешевле левых не знаю какой причине но смысл тратить несколько лишних рублей ради вот такого поворота штока я не вижу и вот что с ними случается с этими амортизаторами вот собственно новый он достаточно под большим давлением поэтому просадить его не получается вот старый левый немножко ходит уже я думаю так бы он еще походил долго вот старый задний правый ну капец еще из-за того что они износились неравномерно при проезде гребенки машину кидает это достаточно опасно и тут уже думаешь бог с ними с этими огромными деньгами на эти амортизаторы на форуме писали много всего по амортизаторам оригинал вот такой стоит 35 рублей если вы просто пойдете в магазин если вы пойдете в магазин и узнаете какой именно вам нужен там два варианта одни 35 другие 25 то будет один стоит 25 но есть еще одна фишка и можно купить в принципе еще дешевле пару куплено было за 36 рублей плюс доставка там рубль с лишним 37 вышло 37 за пару когда в оригинале если просто тупите пойти в магазин все это обошлось бы в 70 рублей почти что ну разница ощутима в установке амортизаторов ничего сложного нет и в принципе можно сделать все самому верхний болт а24 открутить его проще простого нижний болт 19 то же самое нижнее крепление сидит на подобии болта верхняя фактически болтом прижимается не сдернули вверх на маленькой втулочке остается держаться все вот она это единственное на отличие левого от правого амортизатора хотя номеры номера у них разные стулка снимается и переставляется достаточно легко чуть не забыл сказать вот на амортизаторах есть такие пыльники мы с этикетка не отклеивалась во время движения но на всякий случай мы их переставили со старых амортизаторов на новый здесь ключик на 10 амортизаторах есть